Рулетка Рулетка, не загадывай вперёд, наперво всегда вперёд! Рулетка, строго-строго не суди! Рулетка, не хватает сил, уйди! Рулетка, не загадывай вперёд, наперво всегда вперёд! Рулетка, не загадывай вперёд! Рулетка, не загадывай вперёд, наперво всегда! Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я хотел бы, чтобы оператор сейчас показал тренера команды, физика Владимира Нахшина, если это возможно. Да, именно он создал во Львове клуб знатоков и создал эту команду. Какой прогноз, Володя? Так, сектор номер 16. Играет электромонтёр из города Еревана, Мигран Касабян. Внимание! Заморский сувенир! Внимание! Вопрос! Почему эти стрелки показывают именно это время? Минута! Может, это какое-то историческое время? Почему? Что там? На всех одинаковых? Так, это с какой-то игрой не может быть связано? Заморский сувенир! Заморский сувенир! Что случилось в 3 минуты 6-го вообще? Почему они именно вот так вот вкладываются? Почему именно сама конструкция? Почему именно это время? Так, никак не связано с часами... Заморский сувенир! Индия! Индия или 3 минуты 6-го! Может быть, какое-то землетрясение или что? Америка! Да, 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 да! Да, 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 да! Да, 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 да! Может быть, в Лиссабоне, либо где-нибудь в Дели? Нет, это просто в Источной, это не важно где! Хорошо, ещё что? Хорошо, что ещё? Не важно, да! Ещё катаверсик! Может быть, это какая-то реликвия, так ещё! Просто какие-то катаверсик! Так, обсуждение закончилось, и сейчас я спрашиваю, кто будет отвечать на вопрос первого раунда. Прошу вас, покажите, кто отвечает. Олег Белуха, почему эти стрелки показывают именно это время? Нам кажется, что именно в это время произошла какая-то катастрофа, например, землетрясения, которые... Часы остановились в это время, и, в общем-то, это стало какой-то, ну, реликвией, в общем, символикой, да. Понятно. То есть вы считаете, что эти часы, я правильно понял, что именно часы остановились в это время? Ну, а теперь ответ ваш понятен. Я прошу сейчас вытащить так называемые часы все, чего вы не сделали во время минуты, и жаль. Прошу, покажите. Так. А теперь, внимание, правильный ответ. Перед вами шесть пробковых подставок под чайный стакан. Часовая стрелка на них показывает на пять часов. Five, пять. Традиционный английский пятичасовой чай five o'clock tea. А за три минуты успевает этот чай разлить. По-моему, прекрасный вопрос. Вы имели шанс, но не использовали его. Не унывайте. Итак, первый блин комом. Посмотрим, как с другими экспертами. Вы проиграли. Так, покажите, пожалуйста, что делаете. Покажите. О! Никто не выиграл. Итак, огромная цена этого вопроса. Десять очков. Десять очков. Ужасно. Проигрывает клуб с датаков на первом раунде. Сотрудоточьтесь. Чет М-10-0. Выигрывает теледрители. Второй раунд. Прошу. Олег, вы, по-моему, сейчас впервые, да? Вертели волчок. Будем надеяться, что у вас счастливая рука. Вы сосредотачиваетесь по какому методу? По своему. Покажите стрелку. Сектор 38, если я не ошибаюсь. Играет инженер Никишичева Наталья Филипповна. Увы. Она не прислала ни своей фотографии, ни своего обратного адреса. Но мы уверены, что если она выиграет этот раунд, она тут же объявится. Итак, уважаемые знатоки. Я подглядел. Вы, по-моему, положили свой талисман, да? Под волчок. Есть или нет там? Есть. Есть. Ну, вытащите, пожалуйста. На один раунд, конечно. Итак, пожалуйста, возьмите разменную монету. Я прошу телезрителей тоже приготовить любую монету. А теперь, внимание, вопрос. Покажите, пожалуйста, на этой монете изобретение, утратившее свой смысл с тех пор, как монеты перестали делать из драгоценных металлов. Утратившие свой смысл. Что? Ответ готов? Досрочный ответ. Прошу. Кто отвечает? Раз. Чтобы не было. Два. Для того, чтобы эксперты тоже могли ответить. Три. А теперь прошу ответ. Полная тишина в зале. Это изобретение, это насечки на гурте. Впервые их стали делать на античных римских монетах с той целью, чтобы видно было легко монеты поддельные из неблагородного металла, покрытые сверху амальгамой. Ну и кроме того, это дополнительная мера была для того, чтобы уберечь монеты от обрезания. Для того, чтобы уберечь монеты от обрезания. Ответ принят. А теперь внимание. Я прошу полную тишину. А теперь внимание. Ответ телезрителя. Когда монеты делали из серебра и золота, преступники отпиливали края у таких монет. Улечить этих фальшивомонетчиков было практически невозможно. Пока не был изобретен узорный гурт. Как вы сказали, или попросту насечка на монетах. Второй раунд выигрывает знатоки. И мы посмотрим, какова цена этой победы. Да, но, к сожалению, вопрос оказался легче. Легче. И поэтому цена будет, наверное, меньше. Всего три очка. Но все равно второй раунд выигрывают знатоки. Счет 10-3. Пока в пользу телезрителей. Итак, играет команда Львовского клуба знатоков против команды телезрителей. Мы начинаем третий раунд. Владислав, по-моему, это ваша идея была? Да. Может быть, потому что вы собираете старинные монеты? Нет? Да. Ну что я могу сказать? Не только монеты, но и огромная библиотека у вас дома. Мы это видели. Внимание. Номер 14. Полная тишина. Я слышу шум. Полная тишина в зале. Очень трудно работать. Не мне, конечно, а знатокам. Я переключу любой шум. Играет инженер Александра Кожина. Москва. Внимание. Играем в шахматы. Уважаемые знатоки. Скажите, кто из вас лучше играет в шахматы? Честно. Кто-нибудь имеет разряд? Назовите. Никто не играет. На всякий случай вы так думаете. Ну тогда давайте обратимся к капитану. Итак, Владислав Петрушко. Представьте себе, что вы играете одновременно на двух досках. За одной доской против вас играет чемпион мира Каспаров. А за другой доской экс-чемпион мира Тишина. Карпов. Внимание. Вопрос. Каким образом вы можете избежать позора и обеспечить себе в двух партиях хотя бы одно очко? Минута. К сожалению, поздно. Надо раньше. Надо раньше. Просто повторяю, что партия играет с разным цветом на обоих досках. Поэтому ход сделан на одной доске, ход противника повторяется на другой доске. Поэтому будет или одна ничья, или один выигрыш, или две ничьи. Но это если ты играешь с разными цветами с ним. В финансе всегда играете с разными цветами. Да. Хорошо. Еще версии? Еще версии? Нет, это абсолютно необычные случаи, когда играли. По-моему, так играл Касабланко с Класкером или кто-то так играл. Повторяю, а ты играешь с разным цветом на обоих досках. Нет, только пока не прозвучала первая сирена. А сейчас отвечает львовский клуб знатоков на этот не совсем сложный вопрос. Кто отвечает? Алексей Немаловский. Прошу вас. Прошу вас, Алеша. Значит, по-моему, это очень просто. Значит, в сеансах одновременной игры, если играется он на двух досках, то и на этих досках он играется разным цветом. Поэтому ход, сделанный соперником на одной из досок, значит, ну, допустим, я на первой доске играю с Каспаровым, значит, он играет белыми, делает первый ход. Я этот первый ход повторяю на второй доске и жду, пока мне ответит Карпов и повторяю его опять-таки на первой доске. Таким образом, значит, или я выиграю одного из них и проиграю второму, значит, или у меня, они, значит, практически сыграют между собой в ничью, поэтому одну очко я все равно получу. Ну что ж, я должен сказать, что мне добавить нечего, просто победа знатоков в этом раунде. Поздравляю вас. Ну, я предполагаю, что на этот вопрос будет цена очень маленькая. Посмотрим, пожалуйста. Да, все выиграли, и цена всего одного очка. Итак, счет игры становится 10-4. В пользу пока еще теледрителей. А сейчас, внимание, прослушайте информацию. Уважаемая публика, уважаемые телезрители, 30 декабря состоится финальная игра сезона 1989 года. Согласно нашим правилам, в финале должна была бы играть команда с лучшим счетом, обыгравшая телезрителей в течение сезона. Увы, до сих пор знатоки терпели только поражение. Поэтому, внимание, если сегодня команда знатоков впервые выиграет у телезрителей, именно она будет играть в финале 89. Если сегодня знатоки опять потерпят поражение, чего бы не хотелось, в финале 89 будет играть команда, набравшая в сегодняшней игре наивысший рейтинг интеллекта. Поэтому сегодня борьба идет, как вы понимаете, за выход в финал. Счет 10-4. Выигрывают телезрители. Мы начинаем четвертый раунд. Прошу вас. Прошу вас, волчок. Вообще, уважаемые знатоки, как только звучит гонг, сразу должен вертеться волчок. Я думаю, что тянуть время не в ваших интересах. Какой? Тридцать седьмой. Внимание. Против львовских студентов играет Сергей Афян. Совхоз «Прогресс» Марийская АССР. Уважаемые знатоки, запишите сейчас финал известной трагедии Шекспира. Итак. Я прошу полную тишину в зале. И если будет шум, который мешает неопытным новым игрокам в игре, мне придется попросить вывести из зала шумящих людей. Итак. Уберите трупы. Средь поля битвы мыслимы они. А здесь не к месту, как следы резни. Скомандуйте дать залп. Похоронный марш. Уходят, унося трупы. После чего раздается пушечный залп. Занавес. Внимание. Вопрос. Найдите в этом тексте слово, которое написал не Шекспир, а сам Сергей Афян. Телезритель. Минута. Минута. Все-таки артиллерии может не было, если... Для начала, что это за виль. Гамлет. Гамлет, Гамлет, когда тупы. Это скорее король лир. А если король лир, то не могло быть залп. Слишком древнее время. Артиллерии не могло быть. Послушай, там была скулирова одно слово. Назовите то слово. Может быть занавес? Нет, нет. Занавес это... Стоп, занавес могло тоже не быть в принципе. Если нет, но... Так занавес. Не занавес, занавес. В театре Глобус просто могло не быть занавес. Какие... Фитильные. Они не могли... Коротиры занавес в первые века. Они не могли быть в это время. Там было скулированное слово. Не, это не занавес. Залп. Залп. Залпа не было. Залп. Владик. Залп. Тогда не было занавеса вообще. Не было. Не было. Не было. Внимание, обсуждение мы заканчиваем. И сейчас вы должны решить всё-таки, какая версия будет служить ответом. Кто отвечает? Так. Обсуждение закончено. Кто отвечает? Владик. Прошу. Мы думаем, что речь идёт о произведении Шекспира «Король Лир». Не это спрашивается. Нет, но это важно, поскольку... Сначала ответ, потом аргументы. Хорошо. Это залп, поскольку артиллерии в то время не могло быть. Понятно. Ваш ответ – залп, поскольку тогда, как вам кажется, не было артиллерии. А теперь, внимание, правильный ответ. Покажите, пожалуйста, мне Олега Белух. Вот он, нет. Вот он на экране. Перенесите тело. Уберите трупы. Уходят, унося трупы. Таковы реплики Шекспира. Кстати, в Гамлете. Для чего они? Для того, чтобы на глазах у зрителя мёртвые не вставали со сцены, не выходили на поклоны. Ведь в Шекспировском театре не было занавеса. Занавеса! Слово «занавес» написал сам телезритель. Итак, вы проиграли. Вы проиграли. Покажите, какая цена. Ну да, все вы ответили. Кроме центрального стола, все остальные знатоки ответили правильно. Итак, вы отделались лёгким испугом. Вы проиграли всего одну очко. Счёт становится 11-4. И мы начинаем. Продолжаем игру. Так, пятый раунд. Пятый раунд, прошу. Волчок. Ну что же, Олег Белуха. Единственный женатый мужчина в команде. Вовлекается плаванием, стрельбой, музыкой, фортепианом. Врач-терапевт. Знает Гамлета. Знает, что в театре «Глобус» не было занавеса. А теперь сектор номер 7. Внимание, тишина. Я вас очень прошу. Тишина. Очень шумно. Играют преподаватели Елена Мишкевич и Вера Бочкарёва. Город Ленинград. Будьте внимательны. Включаем Париж. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, внимательно посмотрите вот на этот памятник. И не просто посмотрите, а задайте себе вопрос. И не просто задайте себе вопрос, но и ответьте на него. И не просто ответьте на него, а спойте свой ответ. И не просто спойте свой ответ, а спойте его так, как это делают граждане страны, в которой мы находимся, по всей форме. Вот это и будет ответ на ваш вопрос. Итак, напойте свой ответ, как это делают граждане этой страны. Что? Ответ готов? Прошу. Раз. Два. Три. Подумайте. Тишина. Я прошу полную тишину. Значит, речь идет о Марсельезе. Я прошу напеть ответ так, по всей форме, как это делается в этой стране. Вы поете или нет? Отречемся от старого мира. А мелодию вы знаете? Я, к сожалению, очень плохо пою. Могу сказать, что это Марсельез. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших... Внимание! Правильный ответ. На триумфальной арке мы показали вам памятник песни, походной песни Рейнской армии. Марсельеза, гимн Франции. Поэтому при исполнении его правильно капитан встал и пытался сделать белуха. Итак, посмотрим, какова цена этой победы. О! 10 очков! Поздравляю вас! Поздравляю вас! 10 очков! Итак, счет становится. Перевол в игре. 14-11 выигрывает Львовский клуб Задоков. Итак, выигрывает Львовский клуб Задоков. И мы начинаем шестой раунд. По-моему, все-таки сектор третий, наверное, да? По-моему, все-таки третий. Да, детский вопрос. Играет, ну, не совсем детский. 12-летняя все-таки школьница Наташа Шевчук. Из города Львова. То есть Львов против Львова. Итак, включаем Лондон. Внимание на экран. Нет, в Лондоне будет наш корреспондент. Уважаемые знатоки. Очевидцы помнят, как несколько раз в эту старую лондонскую таверну Тайгер, расположенную рядом со знаменитым Тауэром, входила торжественная процессия. Лорд-мэр Лондона, несколько высоких чиновников и человек в кожаных штанах. И уже здесь, в таверне, один из чиновников с деловым видом садился на деревянную скамью. Внимание, вопрос. Что за странный ритуал? Зачем приходили в пивную эти чиновники? Я слышу, что ответ готов. Ответ готов. Прошу вас, досрочный ответ. Раз, два, три. Отвечайте. Ну, кроме всего прочего, я хочу сказать, что во Львове очень любят пиво, поэтому нам легко будет ответить на этот вопрос. Чиновники, человек в кожаных штанах, приходили в таверну для того, чтобы проверить качество пива. А качество пива проверяется тем, что человек садится на деревянную скамейку, и чем лучше пиво, тем креще ему отодраться от этой скамейки. Он поднимается вместе со скамейкой. А теперь, внимание, ответ телезрителя. В вопросе было сказано, чиновник в кожаных штанах, деревянная скамья, предварительно на неё выливали несколько кружек пива. Если кожаные штаны приклеивались к деревянной скамье, значит, пиво доброе, и его можно продавать. Если нет, пивную закрывает. Совершенно прав был Андрей Боднер, который правильно... Вы любите пиво, наверное, таким образом, как и все во Львове. Победа, победа знатоков. А теперь посмотрим, какова цена этой победы. Всего 3 очка, но и то хорошо. Вот и счёт 17-11. Выигрывает команда Владислава Петрушко. Продолжаем игру. Выигрывают львовские студенты. Седьмой раунд. Андрей, поздравляю вас. Внимание. По стрелке. 33-й сектор. Я хочу сказать телезрителям, когда досрочный ответ, я должен считать до трёх, чтобы успели сдать свои карточки наши экспертные команды. Итак, сектор номер 33, да? Играет инженер Ольга Деркач, город Куйбышев. Она что, в зале? Внимание, вопрос. Назовите, тишина, назовите самого известного мецената в мире. Ответ готов? Да. Прошу, рискуйте. Раз, два, три. Отвечает Петрушко. Самый известный меценат в мире, это сам меценат. Это имя собственное, которое впоследствии стало нарицательным. Римский патриций, большой поклонник искусств. Спасибо. А теперь, внимание, ответ телезрителя. Самый известный в мире меценат жил в Древнем Риме во времена императора Августа, что не так уж и важно, и звали его меценат. Это имя позже стало нарицательным. Ну что же, победа, очередная теперь победа клуба знатоков из Львова. Посмотрим, кто выиграл. Так, ну, вопрос не очень трудный. Всего две команды не ответила, поэтому всего три очка. И тем не менее, очередной раунд выигрывает команда из Львова. Львов и студенты ведутся счетом 20-11. Мы начинаем восьмой раунд. Ну, сейчас капитан хорошо сработал, успел до первой. Сирен. Первый сектор, по-моему. Внимание. Играет инженер-строитель из Москвы Евгений Савыч. И снова внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы находимся с вами на крыше нового жилого высотного дома. Рядом, как вы сейчас сможете убедиться, началось строительство соседнего такого же жилого высотного дома. А теперь, внимание, вопрос. Почему в Древней Руси строительство этого соседнего дома было бы категорически запрещено? Итак, надеюсь, что опять досрочный ответ? С ума сойти. Прошу вас. Эдик. Прошу. Раз, два, три. Отвечает Эдуард Рапа. В древнерусских городах существовало правило, по которому каждый владелец дома мог потребовать, чтобы не строили домов, которые бы мешали видеть... Нет, прошу вас, не хором, а только один отвечающий. Скажем так, портить пейзаж или видеть солнце. Уточните, пожалуйста, то есть, что значит видеть солнце? Это что, иносказательные выражения, или точно? Прошу вас, отвечайте. Видеть церковь. Что? Видеть церковь. Видеть церковь. Да. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. Да, в Древней Руси с 13 века, если быть точным, был закон, который запрещал строительство домов, если они перекрывали вид на церковь, на исторические памятники, на природу, на пейзаж. Ну, два слова вы употребили, церковь и пейзаж, поэтому я, может быть, и не прав, не знаю, как телезрители отнесутся, но все-таки, и сейчас, все-таки, чаша весов на стороне знатоков. Я считаю, что победа на стороне знатоков. Итак, посмотрим, пожалуйста, как эксперты решили эту задачу. я не понимаю. Непонятно. Пора бы уже цену вопроса определить. Какова цена вопроса? Вы опаздываете в компьютерной комнате? Вы опаздываете? Цена вопроса? Итак, цена вопроса, прошу. Никто не ответил и, следовательно, 10 очков. Раскрываем механику. Цена вопроса образуется, когда 10 отнимается количество команд, экспертов, решивших данный вопрос. Итак, общий счет 30, уже 11. 30-11 в пользу Львова. Так, ну, сейчас много протестов в зале у экспертных команд. Я хочу зачитать некоторые из них. Ну, скажем, некоторые назвали Марсельезу, но не написали, что нужно встать. Поэтому этот ответ не был засчитан. Пишите точно ответы. Точно главное слово. Главное было не Марсельеза, а главное слово было встать. Вот поэтому и не засчитали ваши ответы. Итак, 30-11 выигрывают львовские студенты. И мы начинаем девятый раунд. Прошу вас. Прошу вас. Сектор номер 20. Играет журналист Юрий Никитин. Город Челябинск. Давайте немного успокоимся в зале. Уважаемые знатоки, посмотрите на свои экраны. Внимание, вопрос. Назовите имя, отчество и фамилию этой всем известной дамы. Минута. отчество Америка по моему девелы Лиза моно батичодая. американка, где сказала Лиза моно батичодая. Что тут может быть? Имя, что отчество? Мона, обращение. Джоконда, фамилия. Лиза, имя, Джоконда. Джоконда, это фамилия, да. А отчество, тогда что? А там не отчество, там имя называется. Лиза, имя, Джоконда, фамилия. Хорошо, еще варианты. Мона, Лиза, двойное имя. Это не то, не то. Джоконда, фамилия, Лиза, имя. Мона, это все-таки обращение, да? Ну что, давай отвечать. Обсуждение закончилось. Кто отвечает? Раз, кто отвечает? Иначе будет поражение. Значит, по нашему мнению, по нашему мнению... Прошу вас. Леонардо да Винчи писал портрет по заказу богатого купца... Я прошу вас, имя, отчество и фамилию. Мона, Лиза, Джоконда. Мы знаем, что у вас огромное знание. Я не понимаю. Джоконда, фамилия, Мона, Лиза, имя. Мона, Лиза, имя, а Джоконда, фамилия. Фамилия. Спасибо. А теперь, внимание, правильный ответ. Фамилия, совершенно правильно, Джоконда. Отчество у итальянцев вообще отсутствует, как было ясно из вашего ответа. И это правильно. Имя, Лиза, замечательно, правильно. Но Мона здесь совершенно ни при чем. Мона, как говорил ваш капитан, это просто сокращенное от Мадонна. Госпожа, обращение. Это просто обращение. Госпожа, Лиза, Джоконда. У вас был совершенно точный ответ. Увы. Вы этот раунд проигрываете. Итак, посмотрим, как эксперты справились с этим вопросом. Да, цена будет достаточно велика. 8 очков вы проиграли. Таким образом, счет становится 30-19. 30-19, разрыв сокращается. Итак, 30-19 выигрывает клуб знатоков. И мы начинаем 10-й раунд. Ну, пока что, Волчок, милостив к этой команды. У нас там есть трудные вопросы, но не в пример другим играм вам пока везет. Итак, по стрелке 36. Внимание. Играет геолог Нина Савинская, Москва. Уважаемые знатоки. Американцы смеются, говоря, что в Конгрессе Соединенных Штатов из любой произвольно взятой пары сенаторов, по крайней мере, один нечестен. Внимание, вопрос. Сколько честных сенаторов в Конгрессе Соединенных Штатов? Ответ готов? Не понимаю. Минута. Нет. Значит, там не парное количество сенаторов по первому. Один, как минимум. Один, как минимум. Один, как минимум. Из одной произвольника. Максимум один. Значит, минимум. Количество пар? Максимум плюс один. Максимум один. Максимум один. Какой произвольник? Нам можно либо выбрать и это будет произвольная пара. Хотя бы один нечестен, да? Да. Хотя бы один. Или он нечестен? Половин Washington, Michigan 511. hard acut ocupistä estructural. Поэтому, если есть хотя бы двое... Значит, может быть, не одного честного ?! Нет. Может быть, не одного, а максимум один. А почему на максимум один? Один может быть, потому что мы с ним берем кому-то в пару... Хорошо? Нет. Ну, может быть, ни одного. Какие ещё могут быть версии? От ни одного. От ни одного. Нет, нет, нет. От ни одного не подходит, потому что пара честных не берётся внимания. Это что? Это только мангер. Я делаю последнее предупреждение публике. И ещё раз будет такая же... Прошу вас, отвечайте. Не обсуждайте. Прошу. Кто отвечает? Называйте капитана. Алексей Немаловский. Алексей Немаловский, прошу вас. Если мы считаем, что из любой произвольно взятой пары сенаторов может, значит, хотя бы один нечестен, то тогда, просто по всем правилам математики, у нас может быть максимум один честный сенатор. Или ни одного. То есть вы считаете, что либо ни одного, либо максимум один честный сенатор. Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Если из любой пары сенаторов, по крайней мере, один нечестен, значит, двух честных сенаторов не может быть. Значит, в лучшем случае максимум честен только может быть один сенатор. Ну что же, все-таки минута вам пригодилась, а теперь посмотрим победа ваша. О, достаточно солидная будет цена. Я думал, что все отгадают, эксперты. Пять очков вы зарабатываете. Счет становится 35-19. А сейчас я попрошу вас показать мне таблицу положения команд. Будьте добры, и мы выясним, у кого из экспертов в данный момент самый высокий рейтинг. О, вы идете сразу, и с самым высоким рейтингом. Итак, самый высокий рейтинг сейчас в клубе, это 35, и он у города Львова. Интересно, у шведских профессоров второе место по рейтингу. 19. Замечательно. Итак, Львов подтверждает свою силу. Мы начинаем 11-й раунд. Очень приятно, что вы и выигрываете у телезрителей, и остались самыми лучшими в клубе. Но все-таки телезрители не должны отчаиваться, потому что трудные вопросы еще на кону. Только тихо, тихо в зале. Восьмой номер. Играет учитель. Нина Борискина, Москва. Включаем Москву. Внимание на экран. А Борискину мы увидим. Спасибо. А теперь вопрос. А сейчас послушайте загадку французского ученого, философа, мыслителя Вольтера. Что на свете всего длиннее и всего короче, всего быстрее и всего медленнее? Что делится на величины бесконечно малые и достигает величин бесконечно больших? Чем пренебрегают больше всего и о чем больше всего жалеют? Без чего ничего нельзя совершить? Что пожирает все ничтожное и воскрешает все великое? Итак, вопрос понятен. Минута. Время. А что еще может быть? Минута все поглощающие. Время, наверное, под все эти категории подходят. Что еще, какие возможности? Подождите, мысл может быть подходящим. Нет, без чего ничего нельзя совершить. И чем пренебрегают больше всего? Наверное, время. Время, нет. Может делиться, да. Время. Уберенеет всего короче. Может быть мало. Время, мыслей, мыслей, время, любовь. Нет, не подходит. Нет, не подходит. Ну давайте начнем. Ребята, давайте начнем у вас. Время, время. Это не время, Владик. Это жизнь. Нет, время. Это жизнь. Прошу, кто отвечает? Тишина в зале. Тишина в зале. Кто отвечает? Капитан, я не слышу. Своей бух отвечает. Прошу вас. Наша версия такова. Это время. Вольтер говорил о времени. Ваша версия. Время. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну, конечно, время. Юра совершенно прав. Мы посмотрим. Да, вопрос достаточно легкий. Цена вопроса. Покажите нам. Покажите цену. Всего два очка. Очередная победа на легком вопросе. 37-19. Таков счет. Я хочу напомнить вам, что поскольку нас задержали с выходом в прямой эфир, мы играем сейчас до 0 часов 30 минут. А сейчас мы начинаем уже 12-й раунд. Итак, по стрелке. Сектор номер 15. Тишина в зале. Тишина. Я так слышу, что мне придется выйти. Так, ребята, я слышу, что вы все время просите тишину, да? Ну, так что же, мне освободить зал? Кто говорит да? Прошу, покиньте, пожалуйста. Кто здесь? Владимирский. Прошу вас. Самый популярный игрок клуба «Что, где, когда» в прошлом сезоне проиграл. Так, кто еще будет мешать знатокам? Давайте лояльно относиться к ним. Им трудно. Спасибо. Спасибо. Здорово. Итак, сектор номер 15. Играет военнослужащий Александр Алексеев. Город Новочебоксарск, Чувашская АССР. Внимание! Ставим рога! АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые знатоки! Вы думаете, это символ неверности? Нет, 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 конечно, вы ошибаетесь. Вы думаете, это знак изобилия? Тоже ошибка. Вы думаете, это символ застолья? Нет, это не так. Внимание, вопрос. Поставьте эти рога так, чтобы они были атрибутом милосердия. Именно так их использовали в старое доброе время. АПЛОДИСМЕНТЫ Изобилие. Нет, изобилие. Нет, вот. Покажи как. Почему? Нет, нет, нет. Почему? Почему? Что? Нет, так там сказали назвать горку. Положи его. Почему? Какие еще приятные? Нет, просто у меня такая ассоциация, я не знаю. Думаю еще. Это как емкость? Да. Перекрещен. 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 Да. А что делать? Короче, что-то не поможет. Полученный рог, а? Нет, нет. Положение. Хорошо, Юра. Обсуждение закончилось, и мы ждем ответ. Кто отвечает? Юра, пожалуйста. Расположение этих рогов у нас на столе, мы расположили их. По нашему мнению, это была эмблема на карете скорой помощи. Конкретизировать мы не можем, но вот эмблема скорой помощи, эмблема милосердия. И наконец-то у меня в эфире есть то, что мы просим. Ну что ж. Вот такова будто бы эмблема милосердия. Скорой помощи. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну что ж, во-первых, я говорил не символ, а атрибут милосердия. В старое доброе время лечили этими рогами невриты, миозиты, невралгии, воспаление легких. Как врач не догадался еще, Олег Белуха? В старое доброе время рога заменяли современные медицинские банки. А выглядело это вот примерно тем способом, который мы сейчас вам покажем. А пока вы будете ставить банки, мы посмотрим, чего стоит ваше поражение. Вот, видите? Только не на руку, конечно. Итак... А-а-а! Итак, только команда шведских профессоров ответила правильно на этот вопрос. Команда студентов, поздравляем вам, поздравляем шведов, поздравляем. А счет становится 37-28. Всего 9 очков отделяет команду телезрителей от команды львовских студентов. И мы начинаем 13-й раунд. Я думаю, что сейчас игра будет просто на износ. 13-й раунд. Вы хотите отдохнуть немного? Ну, тогда что же, я хочу попросить ансамбль «Своя игра», я не знаю, есть ли они здесь на площадке, и, может быть, они исполнят нам что-нибудь ещё. Могут или нет? Кто мне сообщит? А? Нет. Нет? Хорошо. Ну, тогда я попытаюсь взять у вас интервью и надеюсь, что вы со мной вместе отдохнёте. Так, ребят, устали? Немного. Немного. Сейчас раздаются звонки, телезрители хотят хоть немного познакомиться с вашей командой. Ну, я не знаю, в чём это знакомство может быть. Мы знаем, что только вы женаты. Остальные все холостяки. А что можно сказать о холостяке? Не знаю. Итак, представьтесь, пожалуйста, и скажите, где вы занимаетесь и чем. Я студент-историк Львовского государственного университета. Учусь на пятом курсе. В этом году заканчиваю университет. В скором времени буду писать дипломную работу. Вот в том очерке, который краткий был у нас в начале, по-моему, там были какие-то исторические книги и, да, ГУЛАГ и Сталин. Когда были съёмки, я просил положить книгу Сталина, краткий курс. Вы что, изучаете краткий курс именно в наше время? Нет, вы не дослушали. Я хотел как раз... Я... И вверху там не было показано, там ещё лежал архипелаг ГУЛАГ вверху. То есть вы сопоставляете вещи? Нет, есть одна правда, есть одна неправда. Спасибо. Ну, теперь несколько слов о себе. Ну, я работаю в конкурсском бюро университета после окончания физического факультета. Ну, занимаюсь... Так, научной работой я немножко стараюсь. Назовите свою научную работу. Ну, я занимаюсь полупроводниками. Ну, это не по моей части, это очень мудрёно. А что вы любите? Ну, я, в частности, вот ещё очень люблю играть в ГО. А, мы... Да. Тогда скажите, пожалуйста, что это за игра? Чем она помогает вам? Ну, это древняя японская игра, которая китайская, японская, которая развивает, в общем-то, все человеческие качества, значит, может быть, формирует гармоническую личность, ну, и абстрактное мышление. Спасибо. Ваша очередь? Эдуард Раппо, студент пятого курса Львовского политического института, факультет электрофизики. Около какого магазина вы стояли? Около книжного. Вы часто там стоите? Я чаще туда захожу. А там что? Какие книги вас интересуют? Разные. Хорошие. Хорошие книги. Спасибо. Ну, здесь жарко у вас? Жарко, тут очень. Устал очень, если честно. Значит, что касается меня, если представится, то я заканчиваю тот же факультет, что и Леша Немаловский. Я студент пятого курса Львовского физического университета, причем заканчиваю ту же кафедру, что и он, кафедру теоретической физики. У меня к вам одно предложение. Снимите пиджак, может, вам будет лучше? Ну, жарь изнутри просто. Так, ну и, Олег, по-моему, вы сделали сколько вопросов сегодня? Я не считал. То есть такое количество большое? Нет, я просто затрудняюсь. А почему вы все время сидите во время волчка, откинувшись, и вы что, настраиваетесь, да? Так, расслабляюсь. А? Расслабляюсь. По какой системе? Я уже говорил, что по своей. Ну, в чем она заключается? Ну, это сложно. Долго, долго объяснять по науке, скажем так. Ну, тогда объясните, пожалуйста, что вас привлекает? Я лучше представлю вам свою жену Оксану. Ну, давайте покажем свою жену Оксану. Вы отдохнули немного? Капитан, капитан, можно продолжать? Спасибо. Ребята, встряхнулись. Слушайте, разрешенный разрыв, где я ведусь? Так, все, собрались. Уважаемая публика. Через несколько минут мы узнаем, кто станет сегодня обладателем акции МАК. Телезрители или знатоки. Напоминаю вам, что в предыдущих играх победителями были только телезрители. Всем телезрителям высланы акции по домашним адресам. Уважаемая публика, пока акции МАК можно выиграть только в клубе «Что, где, когда». Но в новом году акции Международной ассоциации клубов будут выпущены в свободную продажу. Их сможет приобрести любая фирма, любой гражданин. Напоминаю, покупая акции МАК, вы содействуете движению клубов «Что, где, когда». Итак, счет 37-28. Выигрывают львовские студенты. И мы сейчас начинаем 13-й счастливый раунд. Прошу вас. Покажите, пожалуйста. Я тоже что-то устал. 13-й сектор. Как? Ну, нам никто. Однажды академики прислали целый трактат и считают, что у нас электронный волчок. Приподнимите волчок, пожалуйста. Покажите всем, что это обычная игрушка. А 5 копеек там лежит. Понятно. Итак, 13-й сектор. Играет аспирант МГУ Игорь Моряков. Внимание! Английская шарада. Уважаемые знатоки, мы покажем вам сейчас английскую живую шараду. Итак. Итак. Часть первая. Английский танец. Спасибо. Часть вторая. Английское оружие. Часть третья. Английская буква. Внимание, вопрос. Отгадайте целое. Английскую фамилию. Ответ готов. Ответ готов. Раз. Для экспертов два. Три. Кто отвечает? Ответ следующий. Шекспир. Это значит потрясающий копьём. Фамилия знаменитого драматурга. Ответ принят. А теперь, внимание, правильный ответ. Часть первая. Английский танец. Шейк. Часть вторая. Английское оружие. Копьё спи. Часть третья. Английская буква. Она не произносится. И, наконец, целое. Действительно потрясающий копьём. Шекспир. Ну что, я просто хочу сказать телезрителям, что почти все знают английский язык в этой команде. И не только английский язык. Итак, вы выигрываете этот раунд. Мы смотрим, да. Мнения разделились у экспертов. Итак, цена вопроса. Четыре очка. Ну что-то сегодня знатоки разыграли. 41 очко против 28. И мы начинаем 14 раунд. Не так-то вы устали, как говорите. Ну что ж, теперь реальные шансы у львовского клуба знатоков стать первым коллективным акционером МАК. Поздравлять пока рано. Играем. Смотрим, волчок. Так, осталось 5 минут игры. Я бы попросил вас, волчок, делать меньше его раскручивать. Дайте шанс телезрителям. Прошу. Пострелки. Девятнадцатый сектор. В этом секторе играет кандидат филологических наук Александр Рысак из города Луцка. И опять я прошу вас посмотреть на экран. Внимание. Перед вами музыка двух великих композиторов. Музыку немецкого... Я прошу экран для телезрителей. Музыку немецкого композитора. Восемнадцатого века изобразил Роберт Крафт. Музыку русского композитора двадцатого века изобразил Игорь Стравинский. А теперь, внимание, вопрос. Чья это музыка? Минута. Бах, бах, бах. Скребен. Почему? Потому что он не вписывался в систему. Он не вписывался в систему. Музыка врача не будет. Да. А вот так. Да, стоп, бах, почему? Так, так, так. Что система? Четыре, так, сюда не так. Да, ну почему раз не описывается? Потому что, не, потому что она... Хорошо, ты империровали кладби. Харал тоже, кстати, вот в эти вот в рамки всегда помешает. Гендель. Что ж, так, немецкий композитор, до восемнадцатого века этот бах нужен? Подожди, ну там три, у нас на асфальт только? Нас на асфальт, да. Только на асфальт. Это бах и скромет. Бах и скромет. А почему скромет? Скромет, потому что ему намещалось его, это самое, в его ассистину, в тона. Подожди, я понимаю, где он гордисты сейчас? Да, я не гордисты сейчас. Я скажу, что немецкий нарисовал? Нарисовал. Воспрежал. А бах, ну, так, 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 так. Что еще может быть? Внимание, обсуждение закончилось, я прошу просто ответ. Чья это музыка? Без всяких аргументов. Бах и скрябин. Бах и скрябин. Таков ваш ответ, я тороплюсь. Итак, правильный ответ. Верхний рисунок, покажите, пожалуйста. Вы совершенно правы. Именно так американский дирижер Роберт Крабб изобразил музыку Иоганна Себастьяна Баха. А теперь, внимание, нижний рисунок. Прошу вас. Именно так русский композитор Игорь Стравинский изобразил свою собственную музыку. Это музыкальный автопортрет Стравинского. Ну, вы проиграли на трудном вопросе, на очень трудном вопросе. А теперь посмотрим, чего стоит ваше поражение. Да, только чехословацкие студенты ответили правильно на этот вопрос. Итак, счет становится 41-37. Пока еще в пользу клуба. И мы начинаем 15-й раунд. Осталось... Прошу. Волчок, волчок. Так, немножко... Не тяните время. Две минуты осталось. Так, прошу вас по стрелке. Прошу, прошу, быстрее. Может быть, мы выиграем еще. Я имею в виду телезрителей. Сектор 34. Против знатоков, внимание, играют ребята из ленинградского клуба «Дом. Досуг и общение молодежи». Внимание, вопрос. В 1769 году жители американского города Бостона обнаружили, что почта из Англии в Бостон идет на две недели дольше, чем из Бостона в Англию. Был найден виновник, еще теплый. Назовите его. Минута. Тихо, не надо. Не экономим. Не экономим. Теплое печенье. Так, чай. Гостонская чаепития. Нет. Это не горячо. Это не пища. Это неприятный. Да, это 1700. А откуда ты? Подожди. Голлстрин, откуда у нас Европы? А может быть, в Бостону, в Бостону, в Бостону, в Бостону. Или другие течения. Куда уйдешь? Не перенадели. В Бостону, в Бостону. Ну, в Бостону, в Бостону. Он еще теплый. Еще теплый, Голлстринская. По-моему, чай. Подожди. Значит, из Бостона в Бангеле, да? Это же линей или наоборот? Почему чай? Почему это чай? По-моему, это чай. Это чай. Это чай. Ну, потому что... Бостонская чаепития. Это известный факт. А что это было? До 1769 года. Да. Да, это была гражданская война. Это чай. Это не 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 чай. Нет, это началось. Это течение. Прошу вас ответ. Это течение. Прошу ответ. Кто отвечает? Быстро. По нашему мнению, это течение. Это теплое течение. Вы отвечаете, что это теплое течение. Да. Может быть, вы назовете его? Чай. Гольфстрим. Гольфстрим. Или чай. Отвечал Гольфстрим. Юрий Цибух отвечал и сказал Гольфстрим. Итак, внимание, правильный ответ. Почта из Бостона в Англию шла по течению А из Англии в Бостон против течения Поэтому она и опаздывала Именно так и был обнаружен Виновник было открыто теплое течение В северной части Атлантического океана Гольфстрин Мне не удалось выиграть последний вопрос Покажите часы пожалуйста Покажите часы Сейчас ровно 30 минут Первого Мы заканчиваем игру Мы заканчиваем игру И я прекращаю игру Подвожу итоги Итак покажите счет Счет общий 42-37 Очевидно в этом раунде вы выиграли всего одно очко Итак 42-37 И впервые выигрывает в этом сезоне команда знатоков Поздравляем вас Внимание Львовский городской клуб знатоков Становится первым коллективным акционером Международной ассоциации клубов Что где когда И выходит финал 89 Последняя отборочная игра окончена Спасибо вам Так я хочу спросить у публики Как вы считаете Тут нет старых игроков Я не вижу Где они Как вы оцениваете новую команду Я считаю что Я считаю что они заняли Вот в этом рейтинге Который сейчас показывают на экране Первое место по заслугам Так Ваше мнение Прекрасно Просто студенты Сегодня же форум идет Студенческий Не подкачали Бесподобно А теперь давайте посмотрим на таблицу Итак 42 42 это рейтинг Львова У Швеции 35 На втором устойчивом месте У Брно Чехословакии 31 Рейтинг 23 у Мурома Муром новая команда МГТУ имени Баумана 19 Перспектива Школа менеджеров 18 Команда Климовича 17 Город Руссы 16 Это болгары Команда Шестернева 16 И на последнем месте Вологда Итак Вологда Придется уступить свое место Почему я сейчас обратил Внимание на таблицу Потому что Уважаемые телезрители Именно этот состав клуба Сейчас находится в руках У команды Из студентов Из Львова Вы понимаете Я сейчас Не раскрою секрета Что в финале 30 декабря В финале 1989 года Львовская команда студентов Будет играть на судьбу Этого состава клуба Если львовская команда Обыграет Сборную телезрителей То тогда Этот состав Перейдет на следующий сезон Если Львовы Львовские студенты Проиграют То тогда В следующем сезоне Будет играть Другой состав Знатоков Сейчас у нас Знатоков очень много Так что много Желающих занять Эти места Итак Поздравляю вас С выходом В финал Поздравляю Поздравляю Спасибо Желаю вам Успеха в финале До свидания Последняя Отборочная игра Окончена Вел программу Владимир Хорошо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...